Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Марина Кобесарова. В ближайшее время о событиях минувших суток в материалах моих коллег. Смотрите сегодня. Тайны следствия. О своей работе в эфире расскажут криминалисты МВД России. Будьте здоровы! Как повысить иммунитет в весенний период смотрите в наших материалах. Давайте говорить друг другу комплименты. Первый день весны – всемирный праздник дарения приятных слов. Что о нем знают в Рязани? Ежегодно в первый день весны неофициально отмечается профессиональный праздник сотрудников всех экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел России – День эксперта-криминалиста МВД. Именно 1 марта в 1919 году в системе уголовного розыска России был создан кабинет судебной экспертизы – первое экспертное подразделение в органах внутренних дел России. Работу сотрудников экспертно-криминалистической службы можно назвать уникальной и очень сложной. Зачастую им приходится работать в трудных условиях, в любую погоду и в любое время суток. Это связано с особенностями их деятельности, ведь они первыми выезжают на место происшествия вместе с оперативниками. Непосредственно с этим чемоданом каждый раз выезжаем на все осмотры места происшествия. У каждого эксперта есть свой индивидуальный чемодан. В принципе, они все унифицированы, во всех присутствуют одни и те же приборы, средства для изъятия вещественных доказательств. Практически ежедневно им приходится решать непростые загадки, помогающие раскрывать преступления. В своей работе они используют современные научно-технические знания. У нас есть специализированные аппаратные обеспечения и программные обеспечения комплексы для планирования информации. Для исследования мобильных устройств у нас есть специализированный программно-аппаратный комплекс УФЭД, специализированные стенды для исследования, извлечения информации, анализа и создания отчетов и заключений эксперта. Процедуры, благодаря которой, как мы знаем по фильмам, раскрываются практически любые преступления, на самом деле не так уж проста. Это кропотливый труд. К тому же высока доля ответственности. На ошибку не имеет права никто из экспертов. Одна ошибка может сломать человеческую судьбу. Но данные, полученные в лаборатории, настолько ценны, что их используют в государственных масштабах. В нашей лаборатории осуществляется реализация 242-го федерального закона о густарственной геномной регистрации в Российской Федерации. О чем он у нас говорит. Проще можно выразить так, что гены всех самых опасных преступников у нас будут взяты на контроль. Без экспертов криминалистов не обходится и в сфере экономических преступлений. Часто главной уликой против взяточников являются аудиозаписи некоторых разговоров. Это оперативные записи, которые нам предоставляет оперативная служба. Это всегда записи телефонных переговоров. Либо это записи, полученные оперативным путем, записанные на диктофон. А в чем сложность идентификации? Голос немножко трансформируется? Да, все зависит от канала связи. При этом коварные преступники почти всегда используют кодовые и шифровые слова. И эксперты фоноскопического направления в буквальном смысле разгадывают шарады и ребусы. Допустим, при обсуждении передачи наркотических средств часто преступники не используют открыто наименование наркотиков. Используют узкую специальную лексику. Используются жаргоны, используются арго. И задача лингвистической экспертизы установить, говорили ли они, допустим, о наркотиках или просто они продавали какие-либо билеты. Основные задачи эксперта-криминалиста – собрать и исследовать улики с места преступления. Следы крови, обуви, отпечатки пальцев, предметы, которые могут оказаться важными вещественными доказательствами. Осмотреть повреждения на телах пострадавших и погибших. Доскональное исследование улик проводится уже в лаборатории. Существует множество видов экспертиз, которые помогают воссоздать картину преступления, идентифицировать орудия преступления, опознать преступника и его жертву. В начале весны проблемы, связанные со здоровьем, значительно обостряются. Поэтому врачи активно призывают обратить внимание на укрепление собственного иммунитета и сохранение здоровья. Слово «иммунитет» настолько у всех на слуху и в нашем сознании, что мы, не задумываясь, произносим слабый или хороший иммунитет. Что же это такое? Это способность организма противостоять вредным воздействиям внешней и внутренней среды. Человек рождается уже с иммунитета. И далее в течение жизни развивается адаптивный иммунитет, который формируется под воздействием нашего с вами контакта с различными антигенами, которые нас окружают. То есть это инфекции, которые мы переносим. И в общем-то, может быть, это парадокс, но тем не менее, когда человек болеет, это хорошо для иммунитета. Он его тренирует, он его формирует и создает. Укрепить иммунитет. Именно под таким девизом начинаются многие рекламные кампании лекарств и витаминов. Но именно такое понятие – первый миф об иммунитете. Его укреплять не надо, говорят эксперты, так как он практически всегда нормальный. Можно создать иммунитет против ряда конкретных болезней. Этим занимается вакцинация. Вакцинация – это самый эффективный способ создания вот этого адаптивного иммунитета и защиты организма от инфекций. Между прочим, от инфекций, которые практически не лечатся обычными терапевтическими способами. Посмотрите, столбняк. Вылечить практически невозможно. Бешенство, гифтерия. Их вылечить гораздо труднее, чем предупредить. Во-вторых, можно совершать правильные действия, направленные на формирование и нормальное функционирование иммунной системы. Мне больше нравится слово «сохранить иммунитет». Это правильно. Самое главное – ему не вредить. Ему не вредить. А навредить ему можно различными путями. То есть мы можем здесь говорить о различных иммунотропных факторах. Факторах, которые могут этот иммунитет ослаблять каким-то образом. Ну, например, если мы возьмем детей, то это плохое питание. То есть элементарный фактор, элементарные дефициты, которые могут у детей развиваться. Дефицит железа, дефицит витамина D, дефицит белка и так далее. Первичный иммунодефицит – страшный диагноз, означающий, что ребенок родился без естественной защиты. То, что для обычных людей является окружающим миром, для него – источник ежеминутной опасности. Врожденное генетическое заболевание приводит к развитию тяжелых хронических инфекций и воспалительному поражению органов. Таких пациентов, к счастью, очень мало, но они есть. Это тяжелейшие состояния, при которых организм ребенка оказывается фактически беззащитным перед инфекцией. И вот эти дети, их, во-первых, нужно еще выявить, поставить правильный диагноз. А потом они нуждаются практически в пожизненной заместительной терапии или в трансплантации костного мозга. Для взрослых факторами риска для иммунной системы являются стрессы, различные токсические воздействия, нерациональное питание и дефицит витаминов. Помощниками станут полноценное здоровое питание, отказ от диет, особенно в весеннее время, когда организм испытывает авитаминоз. Весна, пожалуй, самое ожидаемое и всегда долгожданное время года. С ее приходом оживает природа, улучшается настроение и кажется, что это пора для новых начинаний. А о том, какие изменения в разных сферах жизни ожидают рязанцев в марте, расскажет Алена Куколева. С 1 марта граждан, которые владеют территориями, прилегающих к лесу, обяжут следить за пожарной безопасностью лесного массива. Им придется очищать участок от сухих веток и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Увеличиваются и штрафы за нарушение лесного законодательства. Должностным лицам придется платить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам от 200 до 300 тысяч рублей. С 1 марта не надо будет выкупать свое жилье, если решили его приватизировать. Бесплатную приватизацию сделали бессрочной. Напомним, что приватизация дает возможность человеку на все 100% распоряжаться своим жильем. Например, продавать, сдавать в аренду или передавать по наследству. Но также у собственников появляются и новые затраты. После приватизации им придется платить налог на недвижимость. С 30 марта вводится правило обязательной сертификации технических средств транспортной безопасности. Она касается системы, средств сигнализации, контроля доступа, досмотра видеонаблюдения, аудио- и видеозаписей, связи, оповещения. Это поднимает уровень добросовестной конкуренции и, как следствие, транспортной безопасности. С 31 марта появится новая лицензия, которую предприниматели будут должны получать для розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания. Кроме того, с этого дня продавцы любого алкоголя, включая индивидуальных предпринимателей, должны использовать контрольно-кассовую технику. В поселке Ермиш Рязанской области прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам. Спортивный праздник посвящен памяти майора милиции Владимира Пименова, который серьезно увлекался зимним спортом и приобщил к этому детей. Жители поселка уверены, что красочные спортивные мероприятия – лучшая память об отважном майоре. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Мастера спорта и любители – дети и пенсионеры. Принять участие в 14-м открытом турнире по лыжным гонкам приехали более 300 человек. Среди них сотрудники спецслужбы и обычные школьники. Спортивной борьбой и отличными результатами они почтили память майора полиции Владимира Пименова, погибшего при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. В его чести проходит турнир. В преддверии главного состязания сотрудники внутренних дел показали, из каких элементов складывается нелегкая работа военных. Участникам рассказали об оружии, стоящем на вооружении полиции, и спецподразделений. Провели занимательную спортивную викторину, покатали на полицейских снегоходах. Кинологи продемонстрировали выучку служебных собак по поиску запрещенных веществ и задержанию злоумышленников. А курсанты – мастерство владения строевыми приемами с карабинами и применения боевых приемов борьбы. На спортивном празднике присутствующие увидели все многообразие вооруженных сил, зарядились боевым настроением и вышли на старт лыжной гонки. Я поздравляю всех вас с началом соревнований и от всей души желаю каждому одержать свою победу в честной спортивной борьбе. Отличная погода помогла участникам показать свои скоростные навыки и навязать серьезную борьбу соперникам. Дружеский азарт, совместные упражнения на свежем воздухе и здоровый образ жизни – это то, что вдохновляет организаторов турнира и участников на новые подвиги. Познавательный троллейбус прокатился сегодня по улицам города. Школьники поучаствовали в необычной экскурсии, где узнали не только исторические факты о Рязани, но заодно освежили в памяти основные правила дорожного движения. Обычная поездка на троллейбусе порой может обернуться настоящим приключением. Сегодня столь необычное путешествие предстояло ученикам младших классов 51-й школы. В Рязани во второй раз прошла акция «Познавательный троллейбус». В половину 12-го от остановки в Дашково-Песочне отправился туристический транспорт, полный юных слушателей. На протяжении всего маршрута им рассказывали правила дорожного движения, а также историю нашего города. Прежде чем начать переходить дорогу даже на зеленый разрешающий сигнал светофора, что мы обязаны сделать? Смотрите, еду в машину. Убедиться в своей безопасности. А сейчас мы с вами едем по улице Советской Армии. Эта улица была так названа в 1970 году в честь 25-летия со дня победы от фашистской Германии. Акция «Познавательный троллейбус» проводилась при поддержке администрации города совместно с Горьковской библиотекой. Она проходит уже не в первый раз и очень нравится школьникам. Нам очень понравилось, очень интересно. Я даже, у меня даже нету слов. Мне очень понравилось, все было классно. Мне очень понравилась эта поездка, она для меня была очень полезная. Было очень классно. Тебе понравилась она? Да. В конце познавательной поездки всем юным пассажирам подарились это возвращающие магнитные элементы для крепления на верхней одежде. Такую акцию планируют проводить регулярно, а предпочтения будут отдавать тем школам, возле которых происходили дорожно-транспортные происшествия. Организаторы надеются, что акция «Познавательный троллейбус» существенно снизит их количество. Первый день весны – это пора открытий и преображений. Теплые куртки сменяются на изящное пальто, а шапки и шарфы превращаются в элегантные прически. Хочется радовать себя и окружающих, говорить комплименты и дарить отличное настроение. А сегодня для этого есть особый повод. Подробности в репортаже Галины Ершовой. 1 марта отмечают не только официальное начало весны, но и Международный день комплиментов. Похвала необходима каждому человеку. Именно благодаря ей мы формируемся как личность. Понимаем свое место в мире, можем работать над недостатками и развивать свои успехи. Правильные слова, сказанные в детстве родителями и окружающими, закладывают фундамент эмоционального здоровья человека. Отсутствие этих слов приводит к многочисленным комплексам, зажатостям и в итоге к проблемам в личной и профессиональной жизни. Однако многим кажется, что проявление эмоций – это слабость. На самом деле, любовь к себе – это основное условие успеха. Позитивные и открытые миру люди легче добиваются повышения по службе. У них реже бывают проблемы в семье, в то время как депрессивные, склонные к постоянному самокопанию и самопридиркам, чаще бывают несчастные. Своим поведением они притягивают неудачи. Чтобы фортуна вновь вернулась, нужно чаще улыбаться. Подойти к зеркалу и постараться выдавить из себя улыбку хотя бы минуту. Это простое упражнение и эффективная тренировка по выработке гормона счастья. Сначала вы отдаете сигнал телу, говоря, что у вас отличное настроение. А потом тело посылает сигнал в мозг, и настроение действительно улучшается. Произнесение комплиментов мы также чувствуем на физическом уровне. Когда человек получает комплимент, он получает как бы такое поглаживание. То есть, как будто бы другой человек говорит ему, я тебя признаю, я тебя ценю и, может быть, даже люблю. И, соответственно, второй человек, который дарит, дает этот комплимент, он выражает свои эмоции, положительные, хорошие эмоции. И сам от этого получает тоже хорошее настроение и позитивный настрой. Начало весны – это отличный повод, чтобы потренироваться в их произнесении. Теплые лучи солнца вместе со снегом забирают из нашей жизни остатки зимней депрессии. И, конечно, в это время года каждому хочется быть прекрасным не только в душе, но и снаружи. Одним из секретов привлекательности является чистота и опрятность. Вовремя помытая голова подарит вам ощущение уверенности на весь день. А чтобы волосы выдержали суровые испытания весенними ветрами, их нужно укреплять. Замечательная маска для волос – мед, оливковое масло и желток. На водяной бане мы это все разогреваем, можно в микроволновке, но лучше на водяной бане и наносим. Блеск замечательный, волосам появляется блеск. Распущенные волосы в это время года – не лучшая идея. Прекрасный образ, созданный дома, разлетается под порывами ветра, пока вы добираетесь на работу или учебу. На помощь девушкам придут быстрые прически. Нужно запомнить лишь несколько базовых элементов. Это хвост, пычок, жгут и локоны. На их создание уйдет от двух до пяти минут. Что мы людям даем? Мы свое лицо даем им. Они нас воспринимают в анфас. Поэтому эту зону нужно всегда правильно укладывать. И даже когда мы преподаем прически, я сколько ездила на обучение, 30% мы отдаем времени на зону теменную, а все уже остальное, 70%, даже 80%, мы отдаем время для того, чтобы уложить волосы в лице. Свежие идеи можно пополнить из ютуб-роликов, в которых есть пошаговые инструкции. Осталось добавить легкий дневной макияж и можно отправляться за порцией восхищенных взглядов. Но не забывайте, что комплименты приятно не только получать, но и дарить. На этом все новости к настоящему моменту. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков и желаю хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова